Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Сегодня я продолжаю покупать активы равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 10 тысяч рублей, а равные временные промежутки – это неделя. Прочитайте текст на экране, здесь написано подробнее о данном инвестировании, ну а в ролике мы, как всегда, сэкономим просто время. Итак, начинаю. Общий результат по портфелю, как вы можете видеть, это 21% прироста, это вот мелкие зеленые цифры. Это прирост. А сейчас давайте медленно пролистаем все это дело, чтобы можно было увидеть все активы, убедиться, что счет живой, реальный. Так, ну вот, все пролистал. Давайте теперь про соревнования оранжевое инвестирование и покупок в инвест-клубе. Суть соревнования у вас написана сейчас на экране. Сравнивать есть смысл только по конечным суммам, на доходность в процентах обращать внимание смысла нет. Она может быть различная и за разных дат начала инвестирования по этим двум счетам. Разница, ну, примерно в полтора года, надо это понимать и учитывать. Сейчас на вечер понедельника ситуация вот такая. Это скриншот из брокерских счетов. Ну, посмотрим, что будет дальше. Покупки по этому счету с иностранными активами и еще много полезного и важного можно увидеть в инвест-клубе. В него можно записаться через основной бесплатный телеграм-канал. Там тоже много интересного и важного. Но на бесплатный основной телеграм-канал подписывайтесь уже поосторожнее, только по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников и на созвучные каналы. Ссылка на бесплатный телеграм, как всегда, внизу в описании к видео. Так, ну, давайте продолжать по нашему индексовому инвестированию. Смотрим, что произошло за неделю и какова текущая тенденция на ключевых рынках. Сначала начну, давайте, с американских акций. Это будет СБСП, Сбербанковский S&P 500. Вот здесь видно по центру, да, примерно здесь почти 22%, то, что зеленым. Открываю график. Американские индексы продолжают рост. Это уже дежурная фраза, вы ее слышите, наверное, много раз уже от меня. Справедливости ради стоит заметить, что действительно в новой компании у американцев отчитываются хорошо. Денег пока на покупки хватает, поэтому покупатели покупают. Посмотрим, что скажет Федрезерв на очередном заседании. Сюрпризов там, в общем-то, не ждут. Но они, тем не менее, могут быть. Также важно, чтобы сейчас экономика не начала буксовать под влиянием новых коронавирусных рисков. Корона продолжает влиять на бизнесы. Мутация вируса способна снизить эффективность вакцинации. Это все тоже стоит учитывать. Далее, следующим посмотрим китайский фонд. Сейчас я его выведу на середину. Вот он посередине. И здесь видно, что он в минусе. Минус 5% присутствует по этому фонду. Вот уже открыл график. Но тут пока хороших новостей нет. Были некоторые применительные заявления китайских властей по поводу регуляторных действий. О, выговорил. Но инвесторы, похоже, в это не сильно-то и поверили. К тому же, сейчас в Китае явно снижается спрос на сырье. И выходят соответствующие нехорошие статистические данные по экономике. Плюс там еще локдаун из-за короны. Ну, в общем, все вместе собралось. Но я не буду сейчас здесь повторять все риски и возможные будущие проблемы китайской экономики. Очень рекомендую посмотреть вот это видео. В нем и про риски коммунистической партии, и про делистинг, и так далее, и тому подобное. Смотрите, там все рассказано. Подробные, в частности, про этот фонд FXCN тоже. Далее. Надо еще посмотреть. Здесь у нас российские акции. Это будет SBMX. Вот он по центру индекс Мосбиржи Сбера. Здесь у меня прирост довольно-таки большой, больше 50%. Открываем график. График довольно-таки красивый. В общем-то, тут видна, тем не менее, хорошая коррекция. Соотносительно недавняя. И желание покупать, оно, в общем-то, очевидно. Но, тем не менее, сейчас довольно-таки сильно упала нефть. Что там будет с нефтью, и как это повлияет на российский рынок, покажет время. Обязательно будем смотреть на американцев, как они себя будут вести. Там сейчас нервов, в общем-то, хватает. И, конечно же, будем смотреть на нефть. Что будет с нефтью дальше, крайне интересно по этому фонду. Далее, так, давайте по портфелю уже конкретнее. Значит, перейдем к структуре инвест-портфеля. Вы сейчас видите ее на экранах на своих. Вот, теперь видите уже таблицу. И в данной таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Первая цветовая область сверху – это класс активов акции. Вторая область, выделенная цветом – это облигация. Золото – нет. Далее выделен кэш, состоящий из рублей и из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. А сейчас я дополнительно вывел на экран более укрупненную диаграмму с объединением некоторых похожих фондов. Так общая структура портфеля становится понятнее. Так, теперь несколько слов о доходности данного инвестирования. Это можно увидеть вот здесь, в портфельной аналитике. Вот она по центру, я уже нажал. Здесь вкладка «Портфель» сразу вылетает. Ну, тут довольно-таки много интересной информации. А вот зелеными цифрами написан доход по этому инвестированию. Ну, вот, смотрите, здесь 81 600 рублей получается. Ну, чуть ниже видны дивиденды. Дивиденды здесь тоже отображаются. Ну, смотрите, вот этот вот прирост, он за все время инвестирования. Вот этот 81 000 рублей, да? Номер выпуска видео в названии – это номер недели. Так, пора теперь начинать. И вначале нужно перевести деньги на брокерский счет. Ну, давайте начну с долларов. Нажимаю кнопку «Пополнить». Перехожу на долларовый счет. Мне нужно 37 долларов. Столько набрал. Значит, пополняю. 37 долларов должно упасть. Вот, 37 долларов упало. Теперь рубли. Общая сумма должна быть 10 000 рублей. Поэтому учитываю эти 37 долларов по примерно текущему курсу. Дополнительно перевожу с карты на брокерский счет. Еще 7 200 рублей. Нажимаю опять «Пополнить». Здесь у меня сразу выскакивает рублевый счет. Набираю 7 200. Набрал. Нажал «Пополнить». И видим, что пополнение прошло. Перевел. Начинаю покупки. Значит, куплю я сейчас, начну с Тиньковского фонда на S&P 500. Он у меня в самом низу находится. Вот он. Давайте сразу его и открою. Это тикер TSPX. Напомню, что покупать я начал довольно-таки недавно. У меня уже есть фонды на S&P 500. Это Сбербанковские, СБСП и FXUS от Финекса. Я решил их разбавлять. Я об этом говорил. Решил дублировать. Совсем скоро я сделаю видео о том, как выбирать ETF и BPF. И там подробнее объясню, почему я дублирую эти фонды. Далее по конкретно этому фонду. У него довольно конкурентоспособная комиссия за управление. К тому же для клиентов Тинькова есть преференция в виде отсутствия брокерской комиссии за сделки. Пока это действует, вот эта преференция, можно пользоваться, но увлекаться все-таки не стоит. Так, покупка произойдет у меня вблизи максимумов. Ну, очевидно, что все это по графику. Такое случается. Рынок сейчас продолжает сильно расти. И поэтому фонды, в общем-то, растут довольно-таки уверенно. В общем, покупаю. Здесь я по своему плану покупаю, так, сейчас посмотрю, 200 штук. 200 лотов набрал. Нажимаю кнопку «Купить». И покупка у нас произошла. Так, ну а на популярнейший вопрос «Зачем покупать фонды, если они не платят дивиденды?» я ответил вот в этом видео. Там рассказано, как из таких фондов создает в случае необходимости дивидендный поток. И показано, что дивидендную зарплату в этом случае тоже можно сформировать и спокойно жить на нее в будущем. Смотрите там с примерами и много конкретики по данному вопросу. А я продолжаю покупки. И сегодня будут куплены облигации в этот портфель. Фонд FXRO. Это фонд от Финекса. Ну, давайте я его сразу, собственно говоря, и открою. Так, внутри российские корпоративные еврооблигации. Это «Газпром», «РЖД», «Сбер», «ВТБ» и так далее. Эти облигации номинированы в долларах. Количество эмитентов небольшое, но все же больше 20. Сейчас не самое лучшее время для покупки облигаций с точки зрения будущей доходности. Я это хорошо понимаю, осознаю. Но портфелю необходимы облигации для баланса по рискам. Причем они необходимы, в общем-то, всегда. И когда выгодно покупать облигации, и когда не очень. В общем, иногда нужно это делать. Возможно, эти облигации пригодятся мне на ребалансировке, если я вообще буду делать ребалансировку для этого портфеля. Покупка будет произведена в основном из-за того, что это класс активов облигаций, и из-за того, что они в долларах. Доллары сейчас предпочтительнее. Так, нажимаю кнопку «Купить». Покупаю я по своему плану 5 штук, 5 лотов. Ну и, собственно говоря, уже нажал кнопку, и покупка произошла. Так, ну а сейчас прошу посмотреть на экран, почитать. Там информация по приближающемуся дню рождения канала. 12 августа каналу исполнится 2 годика. Если вам не сложно, и вы испытываете благодарность каналу за обучение и аналитические обзоры, то можно помочь каналу расти хотя бы в день его рождения. Прочитайте, может, поучаствуйте. А я здесь продолжу покупать. И сейчас будет куплен игровой фонд «Киберспорт». Ну вот он уже по центру у меня. Давайте я его нажимаю. Значит, открываю график. Это ETF акций компании «Индустрии видеоигр» и «Киберспорта». Считаю, что небольшую долю в своем портфеле на такой фонд я вполне могу отвести. Тема очень популярная и вполне себе перспективная. Я тоже в свое время играл, но это было давно. «Варкрафт» и «Старкрафт» помню хорошо. Мне нравились и пошаговые стратегии. Может, кто-то помнит такую игру «X-COM» называлась. Она у меня была самая любимая. Кстати, посмотрите вот это видео, обложка на экране. В нем я сделал короткий, но емкий обзор данного фонда. Это не лишняя информация. Ну а здесь давайте сэкономим время. Давайте уже перейдем к покупке. Покупаю, значит, и сейчас посмотрю. Да, 40 штук я хотел купить. 40 лотов хотел купить, набрал 40 и купил 40. Далее, перед следующей покупкой напомню вам о том, что я сделал отдельный плейлист вот с этими роликами. Сейчас вы видите несколько обложек обзорных роликов по фондам. Плейлист называется «Обзоры фондов». Смотрите, далее я хочу продолжить сегодня покупки и купить IT-сектор, но немного. Так, открываю сразу график с IT-сектором. Это фонд FXAM. Думаю, понятно, что сектор на данном этапе перегрет, но и развитие там самое быстрое сейчас. Там и хорошие отчетности, и неплохие перспективы. Так что продолжаю покупать здесь и хочу купить по данному сектору 10 паев, 10 лотов. Нажал кнопку «Купить». Купил. На сегодня это все. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.